Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорамы. И сегодня мы с вами поговорим о принтере Longer Orange 30. Это средняя модель в линейке, но в России продаются только две модификации, это Orange 10 и Orange 30. Orange 120 пока в России недоступны, не знаю будет или нет. Данный принтер мне предоставила сама компания, и сегодня мы будем его обозревать максимально объективно, потому что я уже поработал с 3D принтерами, я примерно представляю что это и как это должно работать. Поставляется данный принтер со склада из России, мне он был доставлен за три дня, но я подозреваю, что просто сейчас нагрузка на курьерские службы, именно EML, она снижена, поэтому доставка довольно таки быстрая. В комплект с данным принтером входит, ну соответственно, сам принтер, то есть сами видите какой аскетичный дизайн, да, обычный квадратик. Рама, кстати, металлическая, поэтому я думаю, что проблем вообще с этим не будет. Данный принтер, он уже идет с платформой, которая калибруется с помощью четырех винтов, то есть это очень хорошо, в отличие от того же Ани Кубика. В комплекте также у нас набор шестигранников, салфетка, перчатки, скорее всего виниловые, но они нейтриловые точно, дополнительная фэб-пленка, я объясню позже для чего это вообще нужно, фильтры для смолы, если вдруг у вас печать не удалась, вам надо из ванночки перелить обратно все в бутылку. Техническая документация и брошюрка со всеми контактами, то есть если вдруг вам нужно будет с кем-нибудь связаться, с технической поддержкой или еще с каким-нибудь специалистом. Ну и мануал, кстати, довольно-таки подробный и понятный. Единственное, что вам стоит учесть, если вдруг вы захотите заказать его со склада из России, то что в России не кладут пробник смолы. Я не знаю почему, но в коробке под него даже нет места, то есть видимо это какая-то отдельная комплектация, но не суть. То есть знайте, если вдруг вы захотите заказать принтер из России, что вам нужно купить будет или набор, где вы берете там литр, два или три смолы на ваше усмотрение. Или же купить смолу у отдельного какого-то продавца, который этим занимается. Также в комплекте идут карты. Я что могу сказать? Если у других производителей в комплекте идет пластиковый шпатель для перемешивания смолы и снимания затвердевшей смолы в случае обрыва поддержки, то здесь это карты. Пластиковые, довольно-таки плотные, надо будет попробовать. Что интересно идет? Металлический шпатель. Мне, например, этого очень сильно не хватало. Приходилось снимать канцелярским ножом от платформы изделия. Здесь есть шпатель. Очень удобно. Ну и сам бокс, который мы с вами сегодня соберем и установим из оранжевого пластика. Для чего они служат? Для того, чтобы лампы или ультрафиолетовое излучение с улицы не полимеризовали смолу, находящуюся в ванной. Допустим, вот если мое освещение, вот это, которое висит, оно зеленый полимер практически моментально превращает в желе. Поэтому советую вам смолу вообще на открытом свете не оставлять ни в коем случае, потому что она может затвердеть. Давайте все это соберем, откалибруем и после этого я вам начну рассказывать о том, что же вообще такое технология 3D-печати с LCD-экраном и с ультрафиолетовым модулем, который находится внутри. Сбор защитного колпака идет из вот такого вот пластика, который предварительно с обеих сторон защищен бумагой от царапин. Позиционирование подразумевается вот в такие вот уголки, а затяжка самого корба подразумевается вот такими вот силиконовыми резинками, что немного неудобно, поэтому я вам посоветую приобрести эпоксидный клей, например, эпоксилин дуо, который идет в жидком виде, в двухкомпонентный, или же поксипол, чтобы намертво соединить наш кожух. Но я пока воспользуюсь стандартными средствами, поэтому понаблюдайте за этим. После того, как мы очистили все наши панели, нам просто нужно их состыковать, позиционируя на уголки и закрепить вот этим вот резинкой. Как видите, все довольно просто и не создает никаких проблем, то есть здесь будет еще одна резиночка и одна будет внизу. Все. На этом, по большому счету, наш колпак будет собран. При желании, как я уже сказал, можете просто проклеить здесь вот места соединений, чтобы вообще отказаться от этих резиночек. Теперь перейдем непосредственно к самому принтеру и принципам печати таких машин. У каждого такого принтера есть ванночка. У всех конструкция абсолютно разная. Например, вот конструкция у этого принтера, она максимально проста и несколько неудобна, наверное, в плане того, что нет желоба для слива. Это есть небольшой минус. То есть есть ванночка. У ванночки на дне натянута специальная пленка, пропускающая ультрафиолет, которая натягивается с помощью болтов. У каждого принтера есть жидкокристаллический экран. Здесь он установлен с разрешением 2К. Также у Orange 10 здесь экрана немного меньшего разрешения. На что влияет разрешение экрана? Разрешение экрана влияет на засветку. То есть принцип работы принтера такой, что внутри находятся ультрафиолетовые диоды, например, как в Anycubic. Там стоят диоды и отражатель. Здесь внутри установлена светодиодная панель. То есть, когда вы отправляете модель на печать, то каждый слой засвечивается отдельно. И на жидкокристаллическом экране, который находится здесь, он просто открывает определенные сектора, которые засвечиваются ультрафиолетом. Остальная же вся зона экрана остается черной. То есть, она не пропускает ультрафиолет. И так выглядит сам принцип печати. То есть, он управляющий. Ходит наша платформа и, поднимаясь и опускаясь каждый раз, она засвечивает каждый слой. То есть, в среднем, одна фигура в 35 масштабе имеет порядка от полутора до двух с половиной тысяч слоев, в зависимости от того, какая толщина слой установлена была в слайсере. Обо всем об этом мы с вами поговорим более подробно, если вам будет это интересно. Я хочу создать целый цикл роликов по работе с поддержками, по подготовке модели в слайсере и прочее. В общем, на данный момент в данном принтере установлен 2К экран, что дает размер пиксель 50 микрон. Может работать со слоями от 10 микрон до 100 микрон. Что же, включим, откалибруем. Площадь печати данного принтера равна 120 на 70 и на 170. То есть, она чуть больше, чем тот же фотон. Включаем наш принтер. Я бы не сказал, что он сильно шумный. Из вот этих отверстий дует охлажденный воздух. То есть, охлаждение у принтера довольно таки неплохое, потому что обдув создается приличный. На принтере имеется вход под USB флеш, который идет в комплект, кнопка включения-выключения и подключения кабеля питания. Все, по большому счету, больше здесь никаких входов нет. Есть датчик отсечки по оси Z, чтобы у нас платформа не уехала выше. Как бы это очень удобно. И плюс, в сам принтера встроена защита от перегрева. То есть, в случае превышения критической температуры, принтер будет останавливаться. Возьмем один из шестигранников, которые шли в комплекте. Раскрутим нашу платформу. Чем удобна данная платформа, ее может откалибровать практически любой. Так как мы отправляем принтер в домашнее положение и затягиваем болты. Все, он будет уже откалиброван. И такую калибровку очень сложно сбить. То есть, мы раскручиваем четыре болта, чтобы у нас платформа спокойно могла передвигаться. Подкладываем лист А4 и нажимаем на принтере в домашнее положение. Все. Теперь нам остается только немного прижать платформу и затянуть наши болты. Принтер будет откалиброван. Теперь мы можем спокойно поднять нашу платформу. И чтобы нам начать печать, нам нужно взять наш USB накопитель, вставить в принтер, установить нашу ванну на место, закрепить с помощью крепежных болтов. Нам остается только выбрать меню файл, сам файл, налить полимер и нажать печать. После того, как пройдет полный цикл печати, экран перестанет отображать прогресс, а платформа поднимется на определенное расстояние и остановится. То есть это будет сигналом для того, что деталь можно доставать оттуда вместе с платформой и промывать ее. Поэтому мы убираем защитный колпак и откручиваем нашу платформу. Подобным образом у нас выглядит деталь, которая находится на платформе. И отделяем мы ее с помощью комплектного шпателя. Не обращайте внимание на цвет, это спирт, который уже давно используется. Помещаем нашу деталь в спирт и там она находится какое-то время, чтобы от нее отошла смола. Также платформу полностью отмываем, чтобы на ней абсолютно не осталось смолы. После промывки смолы в уже рабочем спирте, который давно служит, идет финальная обработка в спирте, который еще чистый. То есть он практически не имеет в себе примеси полимера. И после этого даем детали высохнуть. Спирт улетучивается быстро, поэтому долго ждать нам не придется. У меня есть уже некоторые фигуры, которые распечатаны были в первой печати. И фигура выглядит подобным образом. Она идет на поддержках. После этого поддержки удаляются. И фигура грунтуется. Я все это вам покажу, потому что нам нужно будет оценить качество печати. На USB накопителе, который шел в комплекте с принтером, уже были тестовые модели. То есть можно было распечатать то, что уже было там. Но я не захотел, и я решил, что я распечатаю несколько миниатюр, чтобы оценить качество по всей высоте. То есть я взял крупную фигуру с патрона Bestiarium Miniatures. Сейчас мы ее загрунтуем, посмотрим качество. Фигура очень сложная. Очень много деталей мелких, которые надо было пропечатывать. И по большому счету сама фигура очень детализованная. Поэтому на ней уже можно будет оценить качество после грунта. И вторую миниатюру, которую я взял, это игровая миниатюра 28 мм. Ее мы будем рассматривать уже на макросъемке, но без грунта. То есть мы посмотрим модель в грунте и без грунта. Загрунтуем нашу модель. После грунта, по итогу, мы с вами получаем вот такую прекрасно детализованную, проработанную миниатюру. Рассмотрим сейчас детали поближе. Я буду подносить к камере, чтобы вы могли понять, насколько принтер хорошо печатает мелкие элементы. Так как фигура не полностью склеена, это сделано для того, чтобы можно было спокойно ее расписывать. Мы можем ее разделять. Посмотрим на мелкие элементы. То есть, как видите, практически безупречное качество печати прорабатывает мельчайшие элементы. Теперь рассмотрим нашего маленького гнома. Его я и не грунтовал, но надеюсь, что все будет хорошо видно. Ну что ж, друзья. Когда мы с вами поговорили о всех технических особенностях и разобрали вообще принцип печати, как таковой, да? Имеет смысл поговорить про сильные и слабые стороны именно данного принтера. Плюсы данного принтера. Это, во-первых, рельсовая направляющая, которая исключает воблинг по оси Z. Калибровка четырьмя болтами. Платформа с наклоном, которая дает возможность стекать полимеру после печати. Хороший обдув установлен в принтере. Плюс имеется датчик температуры на матрице. То есть температура контролируется. И в случае критического превышения принтер останавливается и ставит печать на паузу. Про качество печати мы уже поговорили. Качество превосходное. Этот принтер для меня не стал открытием в плане качества. Потому что до этого у меня уже были фотополимерные принтеры. Я к качеству печати не удивлен. Но мне принтер показался более стабильным. Минусы тоже присутствуют. Это немного неотзывчивый экран. И строение ванны. То есть это чисто косметические вещи, которые на качество печати абсолютно никак не влияют. Если вдруг у вас будут появляться вопросы по фотополимерной 3D печати или по каким-то техническим особенностям принтера данного, вы можете задавать их в комментариях. Если вдруг вы захотите, то мы можем создавать целую линейку по 3D печати на фотополимерных принтерах в плане расстановки поддержек, подбора всевозможных параметров для печати разными фотополимерными смолами. Так как производителей огромное множество. Всем, кому ролик показался полезным, подписывайтесь на новые видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok